Расскажите историю, сюжетный поворот которой удивит всех. А перед началом хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал с подборками товаров с Алиэкспресс. И в этом телеграм-канале я собираю лучшие товары по лучшим скидкам. Поэтому милости прошу по ссылке в описании и закрепленном комментарии. А теперь к ролику! Решил поставить на будильник новую мелодию. Выбрал шум моря. Представил, как приятно будет просыпаться под плеск волн. Громкость поставил на максимум. Утром оказалось, что шум моря там только первые 10 секунд. Потом раздался страшный гудок парохода, от которого я рухнул с кровати. А окошко подпрыгнуло, ударилось головой о гладильную доску и свалило утюг, который упал мне на ногу. Зато сон как рукой сняло. Все боятся больших собак. Поэтому мы гуляем далеко от поселка, километрах в 10. Приехали, собираем грибы. Собаки где-то носятся. Смотрю, идут. А с ними какая-то женщина держит их за шеи. И собаки такие довольные, мол, смотри, кого мы нашли. Оказалось, она приехала с мужем из города за грибами и заблудилась. Увидела собак страшно, но еще страшнее. Одной в незнакомом лесу. Позвала их и пошла вместе с ними. Собаки вывели ее ко мне. Пошли искать все вместе мужа женщины. Нашли. На прогулке часто встречаю женщину с двумя метисами лабрадора. Каждый раз здоровается, можем о чем-то поговорить. Короче, обычная встреча собачников. Недавно бодренько с утречка вывожу своего четвероногого друга и встречаю эту женщину с собаками. Она мне между делом говорит. Ну что, сходили к пульмонологу? Я смотрю на нее с высоко поднятой бровью, мол, к какому пульмонологу? Ба! И тут словно тучи разошлись. Изображение настроилось, резкость увеличилась и оказалось, что передо мной стоит наш участковый педиатр. Мы к ней каждую неделю ходим. И мне в голову не приходило, что это один и тот же человек. Стыдно. Я врач. Приезжаю к мальчику 7 лет. Начинаю осмотр. Мама отходит в другую комнату за градусником. Малышарик подскакивает с кровати и на ухо мне. Доктор, скажите, пожалуйста, маме, что я очень болею и не могу пойти сегодня на тренировку. Я очень не хочу, но живот у меня не болит. Так ты у нас хитрец, оказывается. Совсем не хочешь? Точно не болит? Совсем не хочу. Эх, понимаю, сейчас что-нибудь придумаем. Приходит мама, я говорю, ребенок здоров. Пишу на бумажке, освобожден от тренировки. И ставлю дату. Протягиваю ей и улыбаюсь. А она как заорет. Жорик, нормально же мог попросить, а не меня и доктора обманывать. Стыдно как. Вместе посмеялись. Я поехала дальше работать. А у Жорика сегодня выходной. Я встречался с девушкой 2 года. Она жила в паре часов езды от меня. И мы виделись каждую неделю. Выходные перед днем Святого Валентина мы тоже провели вместе. И это было здорово. Через неделю я подхожу к ее дому и вдруг вижу, как она и какой-то парень показывают родителям обручальное кольцо. Оказалось, у нее был другой. В общем, они с тем парнем поженились. А через 6 лет она обнаружила, что у него есть вторая семья. Вот и отличненько. В детстве был у меня тамагочи динозаврик. Пищал днем и ночью, требуя внимания. Терпение родителей казалось бесконечным, но однажды все-таки лопнуло. Проснувшись как-то утром, я обнаружила, что любимого питомца нигде нет. Я в слезы, и тут радостная мама заходит в комнату с яркой мягкой игрушкой в виде динозавра. И поздравляет с тем, что мой тамагочи вылупился и вырос. Лучшее родительское решение писклявой проблемы. Потерялась собака. Думала, что с ума сойду. Все силы на поиски, куча объявлений по всей округе, репосты в соцсетях. Любые деньги лишь бы вернуть. Звонит мужик. Я экстрасенсы, точно знаю, где ваша собака. Готов помочь за небольшую услугу. А я в таком состоянии, что готова на все. Диктует адрес и говорит. С собой обязательно взять сметану, 2 килограмма картошки и туалетную бумагу. Купили, понесли. Дверь открывается, и мне навстречу мой пес выбегает. Мужик ржет, говорит, что нашел его. А список, это просто ему лень было в магазин идти. У нас в автобусах нет кондукторов. Вместо них аппараты для оплаты. Валидаторы. Еду как-то раз, и на одну из остановок, растолкав всех, заходит мужчина. Хватается за валидатора и не думает ничего оплачивать. Просто держится за поручень. Час пик, людей все больше. Мужчина уже буквально лежит на валидаторе. Вдруг у него через нагрудный карман куртки списывается оплата. Видимо, в нем была банковская карта. Аппарат пищит, мужик не понимает, что происходит. И тут до него доходит. Шок и злость на его лице были бесценны. В доме напротив всегда горит свет в одном и том же окне. Даже днем можно было разглядеть горящую люстру. Меня несколько лет донимало любопытство. Я вычислил, что это за квартира. Но не придешь же просто так. Извините, а почему у вас свет горит круглосуточно? Вот однажды я случайно попал в эту квартиру за компанию с приятелем. Обычная семья, огромный Сен-Бернард дрыхнет в углу. Я не выдержал и спросил. Хозяйка засмеялась. А попробуйте выключить. Выключил. Сэр Бернард встал с подстилки, подошел к выключателю, встал на задние лапы, включил свет, познакомился с милой и скромной девушкой и позвал на свидание. Сказала, что работает IT-консультантом. Я решил, что она продавец-консультант в компьютерном магазине. Запала она мне в душу. У меня хорошая зарплата, покупал ей всякие подарки. Она восхищалась, а я гордился, что одариваю своей щедростью неизбалованную провинциалку. А потом предложил ей переехать в мою ипотечную однушку на окраине. Она согласилась жить вместе, но предложила переехать в ее двушку в центре. И тут я узнаю, что консультант – это солидарная должность в консалтинговой фирме, а получает она в три раза больше меня. Девушка смеется, говорит, за ней никто еще так старательно не ухаживал. И теперь она точно уверена, что я с ней не из-за денег. Загадываю загадку. Дочке. Восемь лет. А и Б сидели на трубе. А упала. Б пропала. Что осталось на трубе? Дочка – true. Спрашиваю, ты уверена? Она – да, была труба. А и Б упали и пропали. Осталось true. Доктор, которая делала мне УЗИ груди, намазала на свой прибор гель со словами. А вот и тепленькое желе. И, изображая звуки моторчика, начала приближать его ко мне, как самолетик. Потом она вдруг застыла, оборвала себя на полусловие, моргнула и сказала. Извините, у меня маленькие дети-близнецы, и я вымотана до предела. Сегодня знакомый рассказал, что многие годы его родители каждый вечер устраивают разборки. Кто из них сегодня должен готовить ужин? Но причина этих семейных ссор не в том, о чем вы подумали, а в том, что они оба очень любят готовить. Мы с женихом переехали, когда я была на шестом месяце беременности. Познакомились с соседями, мужем и женой. Они были очень милы. Жених должен был уехать по работе на три недели, и они обменялись номерами телефонов на тот случай, если мне потребуется помощь. Он волновался, что оставляет меня одну. В общем, жених уехал, и как-то раз мне позвонил младший брат, пригласил пообедать. Мы отлично провели время в ресторане. А через час мне пишет жених. Соседка сфотографировала вас и прислала мне фото. Она думает, что ты мне изменяешь. Двоюродный брат моей подруги приехал в Японию и заметил на табличке рядом с номером соседней квартиры такую же фамилию, как у него. Это, в принципе, необычное имя, а уж в Токио тем более. Он позвонил в дверь. Оказалось, что сосед был из той ветви их общей семьи, которая давно затерялась, и никто не знал, что с ними случилось. После этого родственники связались друг с другом, и семья воссоединилась. Через столько лет. Когда мы с будущей женой начали встречаться, я привез ее в свой родной город, чтобы познакомить с родителями. Просматривая старый семейный фотоальбом, она указала на фото и спросила, откуда вы знаете этого мужчину? И ответил, это мой дядя. Она сказала, нет, это мой дядя. Оказалось, что сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. Стою в пробке. Слева стоит тачка. Сзади стекло опущено. На заднем сиденье серьезный пацан лет девяти. А у меня настроение игривое. Солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. И тут переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем его папа. На пассажирском мама. Из-за мальчика выглянула девочка лет пяти, и вся семья показала мне языки. Настроение до конца дня было отличное. Сейчас ехал в такси. Дядька в возрасте. Начал было говорить о том, что таксует так, для себя. Но думаю, сейчас тоже про собственный бизнес будет рассказывать. Но нет, оказывается он на пенсии, живет в частном доме с супругой. И у них 17 собак, которых они приютили. Две собаки пришли сами, а остальных подобрали на улице. Вот такие бывают таксисты. Сдачи я у него не взял. Заказывал чехлы на автомобиль из эко-кожи. Навязали еще кучу всяких сопутствующих товаров. А на почту пришла посылка размером чуть больше коробки из-под обуви. Или они из китайского шелка, или для игрушечной машинки. Посмотрел я на эту надуваловку и отказался не вскрывая. Начальник почты, жена одноклассника, подсказала. А я еще прямо с почты звонил. По наивности своей хотел спросить, может произошла какая-то ошибка. Сколько угроз и кар я наслушался от них. И уголовное преследование, и суд, и Роспотребнадзор, и так далее. Люди, не ведитесь. Если видите подвох, отказывайтесь от посылки прямо на почте. Не вскрывайте ее. И не бойтесь их пустых угроз. Я заказал жене в подарок на Новый год спортивный костюм. Доставку обещали в течение 7 дней. Пришла через месяц. Ну да ладно. Вот 31 число, застолье, гостей полон дом. Я выкатил коробку с подарком. Гости смотрят, интересно же. А тут бац, трусы мужские, до такого размера, будто их целая армия носила и растянула. Так стыдно и неловко мне еще не было. Зашел в магазин купить батарейки. Позади меня шел мужчина. Мы сначала оба пошли направо, а потом он свернул к закускам. Внезапно я услышал, что в его сторону побежали люди. Я обернулся и увидел этого мужчину без рубашки, рвущего пакетики с арахисом и подбрасывающего их в воздух. С ним двое сотрудников магазина, пытающихся его усмирить. Когда они наконец его скрутили, он закричал. Я ни о чем не жалею. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.